Необычный путешественник сплавляется по рекам нашей области. Александр Бобровский в эти минуты на плоту, которую он соорудил своими руками, покоряет Вель-Ивагу. Александр давно живет в Новороссийске, но вернулся на свою малую родину специально для того, чтобы осуществить давний план – стать капитаном небольшого плавсредства. О том, как сбываются мечты, Юлия Майданова. Александр Боровский живет в Новороссийске, работает в Каспийском трубопроводном консорциуме. Однако уже много лет он мечтал вернуться на малую родину, в Вельский район, и проплыть по реке Вель, на плоту собственного производства. И вот, наконец-то, Александр вместе с семьей и друзьями соорудил плод и привез его на берег родной реки. Плод получился вроде неплохой. Главное то, чтобы был бы надежным. Это самое главное. Это мы первый раз строим. Будем уже ученые, если где-то что-то, никаких недостатков учтем, в следующий раз будем по-другому немножко строить. Ну и, глядя на нас, может кто-то тоже загорится этим. Цвета на флаге плота символичны. Белый означает Новороссийское солнце, синий – родную деревню Судрому, зеленый – Архангельские леса. Привет Архангельску, поздравляем их с 430-летием. Желаем процветания вашему городу. Свой плод Александр назвал в честь земноводного – тритон. Признается в воде себя, как рыба, не ощущает. Не мечтаю ни о морской работе, ни о капитанции. В море я боюсь. Почему? Потому что по речке плывешь, берега видно. Если море ушел и когда берегов не видно, не разбираешь страх, фобия. И вот в жизни Александра наступает исторический момент. Флаг тритона развивается, якорь поднят. Мечта становится реальностью. На этой неделе путешественники планируют добраться до села Далматово Вельского района. Так, половину пути может придется плыть по таким способам. Юлия Майданова, Анатолий Квасков, Новости 24, Архангельск.